Теперь мы создадим слой. Я называю его Workflow, то есть там где я планирую дальнейшие шаги пост-обработки в фотошопе. Для этого я беру кисть с белой красочкой и начинаю отмечать те места, которые необходимо отретушировать, отредактировать. Вот допустим вот этот кусочек, где не дошел фон. Здесь большой кусок серого. Очевидно засветка произошла. Далее мы займемся стеклом, потому как в моделях автомобилей вместо стекла естественно используется оргстекло и оно дает вот такие кривые отражения. С этим нам нужно будет повоевать. Я вижу на полу немножко грязные пятна и я бы хотел подсветить фары и свет от них. Далее бачок немножко осветить. И вот переднее колесо, заднее, сделать тоже немножко более светлым. Пожалуй на этом все. Спрячем наш воркфлоу под фоном, чтобы он нам не мешал. И начнем. Мы возьмем инструмент прямолинейная ласа и вырежем на нашем полу заплаточку. Скопируем ее на верхний слой и теперь мы можем ее подвигать, изменить ее размеры и подогнать тон. Если мы удовлетворены результатом, то все слои мы можем разом свести в один и взяв инструмент восстанавливающая кисть пройтись по краю. На самых краях, там где контраст большой, лучше воспользоваться штампиком, потому что здесь он справляется гораздо лучше. И чтобы не было резких краев, мы сейчас возьмем инструмент размытия и сгладим эти резкие края. На полу, чтобы исправить эти загрязнения, достаточно взять заплаточку и потихоньку начинать ретушь этого места. Вот так. Посмотрим и видим, что у нас цвет немного отличается от общего цвета пола. Для того, чтобы это поправить, мы сейчас создадим новый слой. Изменим способ наложения из обычного на цветность. Возьмем кисть с мягкими краями и с помощью пипетки замерим цвет на нашем полу. Уменьшим непрозрачность кисти. И начнем здесь наносить наш цвет. Смотрим. Еще немного. Добавим непрозрачности. И если мы куда-то залезли, то с помощью резинки спокойно это убираем. С этим справились. Заодно и справимся от серого налета и впереди нашего автомобиля. Продублируем наш слой с помощью комбинации CTRL SHIFT ALT E. Для того, чтобы наши слои остались в целости сохранности и мы всегда могли бы к ним вернуться. Теперь займемся этим пятном. Возьмем образец нашего цвета с помощью пипетки. И создав новый слой, начнем на нем корректировать. Если угол будет слишком темным, мы возьмем образец цвета с другого угла и подкорректируем так, как нам больше всего нравится. Займемся лобовым стеклом. Для этого возьмем перо и с помощью пера сделаем обводку той части лобового стекла, которая нуждается в ретуши. Пользоваться пером мы с вами учились на прошлых занятиях. Поэтому я думаю, если вы приложили какие-то усилия, для вас не составит труда сделать такую аккуратную обводку. Которую мы впоследствии превратим в выделение. Готово. Соединив слои в один, мы с помощью прямолинейного лассо выделим кусок нашего заднего фона. При помощи комбинации клавиш Ctrl C мы сохраним этот кусочек в буферной памяти. Для того, чтобы впоследствии из буфера ввести его в выделение лобового стекла. Теперь создадим само выделение. Зайдем во вкладочку контуры, возьмем наше перо и подойдя к нашему патчу, нажав правую кнопку мыши, мы образуем это выделение. Радиус растушевки возьмем 0,5 и с помощью сочетания клавиш Ctrl, Shift, Alt, V введем в это выделение тот самый кусочек нашего фона, который находится в буфере памяти. На этом месте мне бы хотелось остановиться поподробнее. Мы сейчас с помощью комбинации клавиш Ctrl, Shift, Alt, V ввели в наше выделение тот кусок фона, который находился у нас до этого в памяти. И получили вот такой слой с маской. Это говорит о том, что видимой остается только часть фона, который мы ввели сюда. И теперь в пределах этой маски мы можем спокойно двигать наш вставленный кусочек и подгонять его с помощью трансформации на нужный нам размер. Здесь мы закончили. И теперь еще раз с деформации мы вытянем вот этот кусочек. Ну и поправим здесь. Таким способом нам удалось быстро изменить отражение в стекле автомобиля. Блик на лобовом стекле придаст ему объемность. С помощью пера сформируем наше выделение. Вот так. Правая кнопка мыши. Образовать выделенную область. Радиус растушевки в этот раз мы возьмем большой. Порядка трех пикселей. И с помощью корректирующего слоя мы можем высветлить этот участок. А растушевкой маски сделать его более мягким. Вот так. Соединим слои. Смотрим. Выглядит хорошо. Теперь высветлим бачок и колесико. Для этого возьмем корректирующий слой уровни и поиграем с рычажками. Сделаем более светлой. Не боимся пересветов, потому что мы сейчас все равно с помощью клавиш ctrl и инвертируем нашу маску в черную. Превратим ее в черную. И теперь взяв кисть с белой красочкой мы будем высветлять те места, которые нам нужны. Ну что ж, пришла пора заняться фарами. Мы возьмем сейчас радиальный градиент и с его помощью создадим вот такой кружочек. Но края у него немножко резкие, поэтому пойдем в фильтр, возьмем размытие по гауссу и размоем до нужной нам консистенции. Готово. Теперь берем наш шарик, устанавливаем на первую фару, зажимаем клавиши и копируем на все остальные фары. Если что-то не подходит, можем трансформировать, увеличить немножечко. Вот так. Далее, выделим все слои и при помощи комбинации ctrl и сведем их на один слой. Создадим маску и кисточкой с черной краской протрем в середине небольшие отверстия, чтобы выглядел наш свет от фар более реалистично. Если нам покажется, что мы перестарались, то мы всегда можем зайти в маски и плотность немного уменьшить и тем самым получить хорошее свечение. Обезьянь охватка, ctrl, shift, alt, e и мы снова получили из всех слоев один. Теперь мы займемся светом от фар. Возьмем перышко наше и нарисуем контуры выделения. Создадим выделение с размытием 20 пиксель и взяв корректирующий слой уровни начинаем высвечивать эту область выделения. Теперь отключим связь между маской. И можем с помощью трансформации подогнать лучи наших фар туда, куда нам нужно. Теперь нам нужно избавиться напоследок от шумов. Для этого мы пойдем в фильтры, возьмем вкладку шум, устранить шумы и подвигаем здесь наши рычажки. Поставим галочку удалить артефакты дзопик. Теперь мы можем сравнить результат. Встанем на наш фон, нажмем Alt и кликнем по глазику. Уберутся все слои, останется только тот который у нас был. То есть вот теперь мы видим разницу между снимком, который был сам по себе не так плохо и с помощью фотошопа и 14 минут нам удалось намного улучшить наш снимок. Я надеюсь, что наш урок вам понравился. И для того, чтобы дать вам возможность потренироваться, мы сохранили наши картинки до и после в zip формате и представили к скачиванию на нашей странице. Петерсон компании DE в разделе скачать.